Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, автора Мерзлияк Полонский и Кир, под номером 964. Нас просят построить график уравнения под номером 1. 4у равно минус 8. Выразим переменную у. Разделим обе части уравнения на 4, или умножим на 1 четвертую, на число, обратное коэффициенту перед у. И тогда мы получаем, что у у нас равен. Минус 8 умножаем на 1 четвертую, это минус 2. Итак, что мы видим? Что наше уравнение не зависит от переменной х. Значит, переменная х может принимать любые значения, а у будет равно всегда минус 2. То есть, если мы возьмем для х значение 0, у все равно будет равно минус 2. Если мы возьмем для их значение 2, у все равно будет минус 2. Где расположены точки, у которых ордината равна минус 2, а абсцисса любое число. Построим те точки, которые мы с вами нашли. И координаты 0, минус 2, точка на оси ординат, и 2, минус 2. И соединяя эти точки, мы с вами построим прямую параллельную оси абсцис, проходящую через точку с координатами 0, минус 2. Или пересекающую ось ординат в точке 0, минус 2. Подпишем эту прямую по уравнению, которое ее задает 4у равно минус 8. Теперь уравнение по номерам 2. 1,2х равно 3,6. Мы не видим переменную у. Это значит, что у может принимать любые значения. Выразим х. Разделим обе части равенства на 1,2. И тогда х у нас будет равен 3,6 делим на 1,2. Умножим делимое делитель на 10. Получим 36 разделить на 12. Это 3. Итак, на графике данного уравнения будут точки. У всех из них абсцисса будет равна 3, а ордината любое число. Поэтому там, где у нас х, мы можем поставить 3, а ординату выбираем сами. Если ордината может быть равна 0, может быть равна минус 1, абсцисса все равно будет равна 3. Итак, построим эти точки. Первая точка будет с координатами 0,3. Это точка, расположенная на оси абсцисса. Вторая точка с координатами 3, минус 1. Теперь мы эти точки соединим и получим прямую параллельную оси ординат, которая пересекает ось абсцисса в точке с координатами 3, 0. И подпишем. 1,2. х равно 3,6. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Спасибо.